Добрый день, уважаемые зрители! С вами Андрей Ткаченко и снова питомники растений для бонсай. Вы находитесь на канале Адениумы Ткаченко. В этот раз мне хотелось бы рассказать об одном растении, особо уделить ему внимание. Сейчас я возьму камеру, покажу вам это растение. Вот это и есть ладанное дерево или другое название Босфилии, родиной которого является Сомали, также остров Сокотра и юго-восточная часть Аравийского полуострова. А ладани мы знаем из Библии. Дары, которые получил младенец Иисус от волхов, это золото, ладан и смирна. Ладан — это ароматическая смола, которая получена из высушенного сока этого растения в Босфилии. Ладан нам торговали еще древние финикийцы. Огромные караваны с верблюдами следовали за ценной смолой по приказам фараонов. В древние времена ладан ценился на вес золота, поэтому места, где росли эти деревья, держались в строжайшей тайне. В древних цивилизациях ладану приписывали божественные свойства. Древние греки полагали, что ладан создан самим Солнцем. Эфирное масло ладана давно доказало свою эффективность и благотворное воздействие на душевное состояние человека. Ладан используется в многочисленных лекарственных целях. Ладанное дерево возносилось многими историческими личностями, такими как Гиппократ, Цельсус, Галин. Также экстрат Бласфелия используется в качестве биологически активной добавки, способствующих укреплению здоровья и улучшению общего состояния организма. Вообще, в Бласфелии существует около 20 видов. И сейчас вот сделаем небольшой обзорчик разных из них с маленьким листиком. Вот это вот сейчас на виду. Вот такие вот крошечные-крошечные листики. Это Бласфелия Сокотранум. С острова Сокотра, конечно, родина. Вот там удали. Вот она большая. Вот такая шапочка у нее с листиками. Это тоже Бласфелия растет на острове Сокотра. Вот Бласфелия. Такой вид, с такими красноватыми листиками. Вот это листья как у акации, тоже Бласфелия. Вот это как раз и есть ладанная ладан. Белые пятнышки. Немножко пятнышко. выступил треснула кора и выступил ладан. Сок засушенный. Вот такая вот Бласфелия. Сейчас пройдем еще, пока покажу вам другие виды Бласфелий, какие есть. Вот это вот Бласфелия Сакра, что в переводе означает священное. Это первые самые Бласфелии, которые были обнаружены и из которых добывался самый первый ладан. Вот это вот Елангата Бласфелия. Такие вот красивые листики у нее. Сейчас попробую поближе. Это вот Бласфелия нано. Это самая маленькая Бласфелия, которая только есть в природе найденная. растет тоже на острове Сокотро. Самый миниатюрный вид Басфелии. Басфелия. название может видно будет Неглекта. Это Басфелия растет в Сомали и тени. Это вот Басфелия Неглекта. Это малыши ее. Вот такие вот красивые маленькие растения. Вот одно и второе. Ну тут на этом поменьше листиков, конечно, растений. В Сомали и в Кении, в общем, эти растения произрастают, эти Бласфелии. Так выглядят Басфелии в природе выращенные. Это священные ладанные деревья. А вот так вот выглядит сам ладан. Капельки смолы, засушенные на стволе дерева, вытекающие из ранки. Это цветочки ладана. Состоят они из пяти листков или десяти тычинок каждый цветок. А вот так вот выглядит бонсай, выращенный из басфелии. На этом все, уважаемые зрители. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. С вами был Андрей Ткаченко. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok